Здравствуйте всем, с кем еще не успел поздороваться. Леонид, о чем мы хотим сегодня побеседовать? Я хотел бы, чтобы Сергей Владимирович поделился своим опытом. И о том, что он начинал так же, как вы сейчас можете начинать с социальных проектов, помогать социальным проектам. Дальше, на основании полученного опыта в социальных проектах, расти как на профессии Георгий Владимирович. Пошел работать в фонд «Предание», с таком из фондом «Предание», всем известный фонд, который огромную библиотеку аудиокниг создал, многим людям помог, многим спас жизнь и так далее. Сергей Владимирович много лет там проработал исполнительным директором. Если позволишь, тогда времени не очень много. Вы здесь уже довольно продолжительное время находитесь. Я вижу, что многие устали. Нет, мы не отстали просто. Я же не про вас говорю. Я говорю, что многие устали. Поэтому смотрите, время дорого. И давайте сейчас попробуем вот что сделать. Есть что-то, что вам интересно? Что бы вы хотели отсюда увезти, но может быть еще не в полной мере это получили? Если такое есть, вот сейчас буквально несколько секунд подумайте. И сейчас мы по очереди быстро скажем на ответ буквально 3-5 секунд. Есть что-нибудь такое? В чем хотелось бы получить больше информации, какая-то тема? Сотрудничество с госструктурами. Сотрудничество с госструктурами. Вы, пожалуйста. Ваш сосед. Сложно. Дальше. Сложно. Дальше. Аналогично. Благотворительность. Госструктура, благотворительность. Миссионерство. за все хорошее четкого нет как писать свои интересы простите друзья прошу чуть-чуть потише иначе не слышно работу с молодежью социальное служение вот пожалуй одна из немногих тем где я вам помочь не смогу но я знаю людей которые смогут фондрайзинг как привлекать средства в фонд здесь многое сказали может быть еще я добавлю меня интересует привлечение средств фондов различных благотворителей дело миссионерского тогда смотрите значит наиболее частый запрос у нас был про финансы про средства как получить ресурс для работы вам рассказывали что то уже про работу с фондами правильно с грантами и так далее тогда скажите мне пожалуйста раз вам об этом говорили первый шаг для получения гранта вот без чего нет гранта нет гранта нет без юрлица без юрлица у вас нет гранта есть гранты для физлиц но они ну скажем так очень малы и достаточно сложно с ними работать для тех кто хочет гранты для физлиц это конкурс таврида рос молодежь можно получить если ну для простых смертных я думаю в районе там трехсот пятьсот рублей ну тысяч рублей а дальше будет сложнее фонд президентских грантов если у вас есть юрлицо которое существует полгода это пятьсот тысяч рублей если лицо юрлицо которое существует год и более живое нормальное юрлицо это три миллиона рублей это вот два института где можно получать деньги более или менее реалистично последний какой еще раз еще раз последний фонд президентских грантов и конкурс таврида конкурс таврида да рос молодежь это там для физлиц вы можете получать гранты фонд президентских грантов это в нашей стране институт где вы можете получать абсолютно точно без там какой-то мутной коррупции реально есть шанс получить деньги есть еще конкурсы типа православная инициатива там тоже можно получать средства но это чуть больше лотерея чем в фонде президентских грантов самый отработанный механизм у нас там поэтому все начинается с юрлица чтобы вас сильно не грузить запомните просто несколько цифр зарегистрировать юрлицо это некоммерческая организация в самой простой форме четыре тысячи рублей плюс то время которое вы потратите на изучение вопроса госпошлина 4 тысячи рублей закрыть юрлицо это примерно 17-20 тысяч рублей в промежутке если вы так и не придумали что сделать с юрлицом оно у вас может находиться в замороженном состоянии там год-два потом вы либо его распечатываете либо закрываете вот это цифры про юрлица это можно сделать самостоятельно проверено неоднократно не надо иметь семи пяди во лбу интернет помощь яндекса хватит итак 4 тысячи рублей зарегистрировать 20 тысяч рублей чтобы закрыть от года до двух чтобы подумать и его каким-то образом использовать например для фонда президентский грант для таврида как я уже сказал я называю самые простые вообще грантовых конкурсов их гораздо больше но они все специфические я назвал самые универсальные которые можно включаться с кода теперь про госорганы госорганы тоже любят юрлица госорганы не любят физлиц поэтому опять же вам очень желательно иметь юрлицо в котором вы будете работать либо напрямую если юрлица у вас нет но у вас есть организованная группа какой-то сплоченный коллектив вам проще организоваться в юрлицо потому что если вы этого не сделаете вы будете выступать под чьей-то крышей например комитет молодежи себе присвоит там ваш труд или что-то еще произойдет подобного рода если вы хотите накапливать свой социальный капитал то есть репутацию положительную историю какое-то оформление нужно хоть в форме клуба хоть чего угодно не обязательно сразу юридическое но вам нужен некий бренд куда будет копиться положительная история о вас обязательно вам уже об этом говорили неоднократно я подтверждаю ведение соцсетей инстаграм фейсбук вк вот это вот три минимально необходимых это то что проверяет эксперт когда будет смотреть что вы из себя представляете соцсети три инстаграм фейсбук вконтакт инстаграм фейсбук легко интегрируется вконтакт ну придется может быть больше чуть руками это делать вот не смущайтесь никогда количеством подписчиков и прочее это ну второй этап главное что это ваша визитная карточка и видно что вы что-то делаете нужно для этого и только для этого по поводу вписывания в личную как бы своих увлечений в работу никак ну вот если получится вы будете молодец у большинства не получается вот выход только один сделать увлечение работой вот леонид попытался у него более или менее получается он занимался евангельскими группами занимался христианским служением и сейчас это в общем то его основная деятельность то есть он совместил хобби и работу если получится ну хорошо далее архитектура с архитектурой ну вопрос очень абстрактный а что именно в архитектуре вас интересует что про архитектуру вы спрашиваете а я хотел бы вообще узнать историю храмов то есть создание каких-то там фрезов там вы хотели бы почитать что-то на эту тему посмотреть фильмы или вы хотели бы сами создавать их не я хотел бы узнать а марки московский архитектурный институт очень вот специализация реконструкция там реставрация все будет у нас есть это самый надежный такой наверное фундаментальный вариант а можно теперь смотрите после того как какие-то общие ответы даны можно переходить к чему-то более специфическому может быть у кого-то созрели вопросы Леонид у нас сколько еще времени до пяти ну это ты оптимистично сказал до пяти батюшка сказал до пяти батюшка сказал до пяти если есть какие-то предложения так друзья смотрите у нас еще есть с вами где-то 30 минут для ответов на вопросы если вопросы появились прекрасно а дальше что у меня вопрос такой работаете ли вы с привлечением средств коммерческих ну то есть как раз к фирм да то есть есть ли такой ну как бы такой вид бандрайзер я понимаю да что есть например там через гранты но есть какой есть альтернативный способ работать с людьми работать с коммерческими мне сделала я понял смотри фондрейзинг отдельная большая тема есть сообщество фонд mundo если у вас есть некие мысли на сей счет идете сообщества фондonst combat Их очень много, их легко найти в Фейсбуке, в Яндекс вам поможет. Там ваши представления о фандрайзинге разобьются о суровую реальность. Вы этот процесс изучите глубже, это сэкономит вам много времени и нервов. И вы приобретете ценные знания. Есть прямо ассоциации фандрайзеров. Есть ассоциации фандрайзеров, которые работают в благотворительности. Фандрайзинг используется не только в благотворительности, в том числе в коммерческих структурах, для поиска каких-то инвестиций. По поводу того, что это попроще. Это не проще. Потому что договориться с кем-то, чтобы этот кто-то добровольно отдал тебе деньги, но это требует определенных навыков и подготовки. Это не быстрый процесс. Может статься, что подготовить заявку на грант и отработать ее. Это будет в плане затрат нервной энергии гораздо экономичнее и по времени, чем отработать хороший фандрайзинговый проект. Поэтому не обманывайте. Фандрайзинг это не выкроешься и там, я классный, дайте денег. Нет, так это не работает. Вы должны предложить какую-то ценность в обмен. Поэтому, отвечая, про работу с коммерческими структурами. Это всегда либо личный контакт. Вот, например, фандрайзинг, который проводит русская православная церковь, это ценностный фандрайзинг. Люди, которые совпадают по ценностям, готовы делиться своими благами, то есть имеющимися ресурсами, с теми людьми, которые исповедуют те же ценности. Таким образом реставрируются храмы, многие проекты делаются. Есть соглашение, когда, например, какой-то социальный проект продвигает предприятие. Например, Газпром дает деньги зоопарку московскому. И все об этом знают. Медведь на фоне, там, значка Газпрома, ест рыбу. Это тоже определенные проекты. Может быть, не Газпрома, кстати. Какого-то другой компании. Но смысл примерно такой. То есть подумайте, что вы можете предложить. Коммерческая структура считает деньги очень четко, очень жестко делает. А что интересно получается? То есть получается реклама интересная, освещение? Интересно что? Интересная реклама, интересные контакты, нетворкинг. Так называемый. Которые некоммерческая организация может предложить. Например, в вашем попечительском совете присутствует какой-то топ-менеджер, какой-то компания, на которую хочет выйти другая компания. И вы можете организовать эту встречу. Это из практики. Как это может работать? То есть надо быть общительными и надо поддерживать контакты. Ну и проработанные проекты. Когда вы приходите за деньгами, вы должны досконально знать свою тему. И вы должны досконально знать тот бизнес, к которому вы пришли. На любой вопрос должны быть ответы. Если у вас в проект должен быть бизнес-план и прочее, пожалуйста, ознакомьтесь с этим в ассоциации фандрайзеров. Там все эти рекомендации тоже будут. Какие-то еще вопросы созрели? Есть вопросы. Привлечь вот это все, самое главное, контакты и рекламу. Других вариантов нет. Это самые распространенные. А если еще, может быть, знаете, как так вот, типа, спасение души и плюс вот это вот. Уже никак не понятно, да? Спасение души. Это если ценность совпадает. Да, ну типа. Это если ценность, как у нас, знаете, нам было. Если они не православные, то это не будет. Конечно. Может ли такое быть? Ну, может. Ну, в целом, если добавить к этому. Я бы не стал. Потому что контакты не стоят. Видите, корпоративная структура подразумевает коллегиальное принятие решений. То есть есть точка входа, например, какой-то менеджер, который, возможно, разделяет ваши ценности. Именно поэтому вы, кстати, его и знаете, этого менеджера. Этот менеджер пойдет выше и выше. И в итоге выделение средств может потребовать там четырех подписей, пяти подписей. Это будут разные люди, которых вы не знаете и даже понятия не имеете, что у них в голове, и какие ценности они разделяют. Поэтому делать ставку именно на ценностную картину. Основной, значит, реклама, скорее всего, деньги. Например, смотрите, касательно фонда предания или прав мир. Это благотворительные фонды, которые собирают деньги. Что такое вообще фонд? Фонд – это организация, которая собирает деньги на социально значимые проекты. За это государство дает фонду налоговые льготы, облегчает процесс сбора денег и их трат. Как эти деньги собираются? В случае с преданием есть воронка. Кто из вас какое-то бизнес-образование или вообще с бизнесом сталкивался, знает, наверное, или слышал про воронку продаж. Когда у вас на входе много людей, постепенно сужаются. В благотворительности, в работе фондов схожая история. На входе у вас много людей, которые хотят прочитать что-то о христианстве. Это медиатека предания. В случае с прав миром – это новостной портал. Много людей, которые что-то хотят прочитать о том, как живет православный мир. И этим людям на каждом этапе предлагается стать жертвователями. В итоге, миллионные посещения конвертируются в сотни или тысячи пожертвований. Примерно так это работает. Если вы сможете создать портал, где будет посещаемость несколько миллионов человек в месяц, с высокой долей вероятности вы сможете создать хорошую фандрайзинговую платформу. Я же сказал, что полчасика. Из этих полчасиков осталось примерно 22 минуты. То есть у вас по сути принцип работы тут же. То есть вы собираете средства, аккумулируете для… Любой фонд аккумулирует средства для социально значимых каких-то проектов. Это именно вот, если вы создаете фонд, юридическая форма фонд подразумевает аккумулирование средств. Это могут быть либо много мелких пожертвований, либо какие-то крупные. И вы не можете их тратить на что хотите. В этом проблему фонда. Фонд может тратить только на уставную деятельность. Если у вас фонд спасения китов, вы не можете, я не знаю, спасать пингвинов. Вот только китов. В сторону никак, иначе это будут нецелевые траты. А нецелевые траты могут быть оспорены. Это может все в итоге привести к судебным разбирательствам и достаточно плохим последствиям. Это фонд. Поэтому есть много других, ну как много, несколько иных форм юридических лиц. Одна из самых простых и универсальных автономно-некоммерческой организации. К автономно-некоммерческой организации нет таких жестких требований. То есть можете спасать пингвинов, можете спасать китов. Единственное, процесс аккумулирования средств будет несколько сложнее. Ну, налоги. Какие будут налоги, да, там, в другом? То есть это никак не существует? Менее удобно. Менее удобно. Автономно-некоммерческая организация. Оно. Просто мы хотим посотрудничать. У меня просто появилась знакомая, которая сделала вот это оно, как раз, и получается. Я думала, что собирать средства через нее, как бы, правильно это будет или неправильное решение? Смотрите, мы чуть позже сможем с этим разобраться. Сейчас, если у кого-то еще вопросы дозрели, скажите. Немножечко еще раз. Автономно-некоммерческая организация неукоммерческой технологии, правильно? Ну, вот вы можете по-подробнее послать ее плюсы и минусы? Плюсы с сотрудничеством. Плюсы уже сказали. Такой именно реформы организации. Смотрите, плюсы и минусы для кого? Ну, например, вот я хочу сделать проект благотворительный, мне нужно собрать средства. Я буду, например, всем кидать ссылку на счет вот этой организации, да? То есть это моя знакомая, ну, как бы, я познакомилась недавно. Да. Вот. И она, как бы, согласна, что вот будет на ее фонд поступать средства. Я не знаю, как бы... Это фонд или оно? Ну, оно, вот. Называется оно, да. Оно называется. Ну, оно это не фонд. Ну, не фонд, оно просто называется, да. Автономно-некоммерческая организация это не фонд. Просто средства, которые получит оно, это будет доход. Они налогооблагаемы. В пожертвовании, которые получает фонд, там с налогами другая история. Вот. Подробнее сейчас мы это разбирать не будем. Просто будет налог и все, да? Ну, с налоговыми вопросами, да, есть свои тонкие. То есть, если вы рассчитываете, что будет много-много людей, которые принесут вам разное количество денег, то фонд оптимальная история. Если же это юридическое лицо нужно, чтобы поддерживать контакты с госструктурами, работать с грантами или заниматься иной деятельностью, которая требует именно юрлица, то автономная некоммерческая организация это лучше подойдет под эти цели и задачи. То есть, именно сотрудничество с грантами подачи, да? То есть, с госструктурами. Да. Смотрите. Теперь поняла. Многие организации вообще не работают с физлицами. Никак. Не могут. Вам нужно будет какое-то юрлицо. Одно из... Если вы занимаетесь социальными проектами, то это оно. Про социальное служение. Социальное служение. Что это такое? Расскажите мне, что вы понимаете под социальным служением. Да. У нас была идея, например, о корне бездомных, потому что, ну, я живу во Франции, там католики этим занимаются, и у них достаточно это развито, а у православных у них каких-то таких миссий нет. Вот, у вас будет очень заняться. Ну, либо ходить в больницы тоже искать православных. Так, и что вас удерживает от этой деятельности? У нас нет никаких наработок, я не знаю, что начать. Ну, хотите, я вас познакомлю с католиками, которые этим занимаются? Да, лучше. Ну, без проблем, тогда мы позже с вами пообщаемся. Можно перенять опыт, они легко идут на контакт. Да, и все, и все, и все. Хорошо. Так, с этим вопросом мы разобрались. Было еще одно социальное служение, где-то здесь. У вас тоже было желание кормить бездомных? Социально-молодежное такое, в целом. Тогда что вы понимаете под социальным служением? Ну, у меня, как бы, я немножко неправильно высказалась. Было в целом, как бы, стали миссионерской, то есть, ну, в целом. Ну, ничего страшного, просто что вы хотите делать, скажите. Ну, у меня больше, наверное, даже, да, например, я сказала, работа с детьми и с молодежью. Так. В этом плане. То есть, молодежный клуб, у вас, как раз, у нас школа. И, соответственно, привлечение финансов. Да. Потому что финансов совсем так много. Все упирается везде в финансы. Да. Если мы хотим заниматься проектом, просто мы молодежные, ответственные, вот, как нам привлекать средства, через что и куда. Если позволите, я уточню тоже внесу, иду от, ну, чтобы сразу не... Да, ну, где медитаты молодежные? То же самое проблема, то есть, введу молодежку, да, и не только в евангельские кружки. Сплавы, например, поездки какие-то. И не у всех есть возможность. Я, конечно, приходится иногда из своего кармана, но тоже не всегда получается. Вот как-то к кому здесь обратить, может быть, к вам, вы можете что-то сможете помочь, да, естественно, там как-то это обоснованность, не просто... Я понял. Или кому-то посоветовать. То есть, вы ведете уже какую-то социальную работу. Конечно, да, да. То есть, это некоммерческая деятельность, которая подразумевает, да, вот, контакты между людьми. Да. Одна группа людей взаимодействует с другой группой людей. И вам не хватает финансов, ресурсов. Конечно. Иногда, да, вот это, для осуществления этой деятельности. Да. В данном случае, ну, я опять же вас отсылаю к фандрайзерам, потому что техники сбора средств, они типовые. Они более или менее стандартные, и стоит их изучить обязательно. Второй момент, ну, то, что сходу можно сделать, это посмотрите в торгово-промышленной палате, да, вообще, какой бизнес присутствует у вас в окрестностях, в вашем регионе, в вашем городе. Что есть поблизости, и обойдите просто эти предприятия, имея на руках четкий план, сколько вам и на что нужно. Если суммы небольшие, как правило, для вот той деятельности, которую вы указали, это там 15 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, ну, что-то вот плюс-минус в этих пределах, то вполне реально набрать это вот таким способом, просто обойдя. Плюс, ну, используйте, есть масса приложений сейчас, сайтов, которые помогают в интернете. Если буквально кликаешь, и у тебя загружается страничка, пожертвовать столько, больше ничего. То есть платформа для сбора средств. Вот, можете нам посоветовать их, какие безопасные платформы? Смотрите, самая рабочая платформа проверена, это Планета.ру. То есть с Планетой мы много работали, это хорошо работает. Затем есть, если вы проводите мероприятия, лектории, еще что-то, таймпэд, тоже проверенная платформа. Если вы юрлицо, некоммерческая организация, с вас даже могут не брать комиссионные деньги. Если вам удалось, например, ваш личный друг, какой-то знаменитый спикер, и вы на него, на нем строите мероприятие, на него готовы прийти люди, он согласен собранные средства отдать в пользу вашего проекта, ну, таймпэд одна из площадок. Планета, посмотрите, пожалуйста, там есть много проектов, на которые можно посмотреть и перенять опыт. Реально собираются там неплохие деньги. Вот, способ, который я обозначил ранее, то есть обойти окрестных предпринимателей, зайти в торгово-промышленную палату, познакомиться, зайти в отдел по работе с молодежью, потому что социальные проекты чаще всего это молодежные проекты, вот, там тоже могут что-то выделить, у них есть бюджеты на мероприятия, и они могут часть ваших затрат провести через свой бюджет. С ними желательно дружить. Соответственно, от вас они захотят участия в каких-нибудь массовых мероприятиях, в социальной жизни города и так далее. Проверено, ничего страшного в этом нет, походите с флагами, постоите где-то, но зато осуществите там сплав по реке, там сходите в хороший поход или что-то еще будет. Ответил на вопрос? Да. А через Яндекс деньги, ой, не как Яндекс, а в Сбербанке сейчас есть такая функция, я соберу там что-то, там выставляешь счет и кидаешь ссылку друзьям. Это безопасно вообще? Смотрите, пообщайтесь с менеджерами Яндекса, насколько это безопасно. Яндекса Сберла. Сбера, пообщайтесь с менеджерами Сбера, Сбер скорее всего безопасно, но насколько эффективно, это уже зависит от вас. Смотрите, есть ли там информационная поддержка. В Таймпэде есть, например, платные рассылки. То есть вы можете заплатить им денег и они разошлют приглашение на ваше мероприятие тем людям, которые уже хотя бы раз, например, платили деньги. То есть те люди, для которых платить деньги, это не что-то необычное. Это уже определенная выборка. На планете тоже наверняка есть какие-то платные услуги. Я просто давно как бы не смотрел на сервис, но они развиваются и думаю, что помощь в продвижении они тоже оказывают. Но это именно проектная тоже деятельность, да? Там именно проекты. Или это могут быть какие-то такие нужды, там, я не знаю, на ремонт чего-то или еще что-то. Ну а ремонт чего-то это не проект? Нет, ну я имею в виду проект, как вам говорят, что это именно социальная значимость должна быть, социально полезная техника. Но если вы собираетесь ремонтировать сельский клуб, это социально значимо? Социально значимо? Ну а это как раз под проекты не подходит, мы говорили. Да, дела. А сказали, не как резия, а бесполезная. Да. Смотрите, это зависит от того, кому вы подаете этот проект. То есть, для кого-то он бесполезен. Например, фонд президентских грантов не дает деньги на капитальное строительство. А есть, немножко в другую сторону, фонд развития моногородов, который как раз в качестве обязательных требований подразумевает капитальное строительство и создание рабочих мест. Это немножко как бы не уровень нашего текущего мероприятия, но как пример. То есть, есть разные грантодающие организации, у которых разные приоритеты. Поэтому да, для кого-то не пройдет, а для кого-то пройдет. И можно еще вопрос поставить? Нужно, я здесь. У вас есть контакты, кто эффективно занимается социализацией детей-сирот? Особенно сложно. Так. Я имею в виду, у кого есть опыт в этом? Смотрите, я помогал компании Рост. Они организовывали занятия для детей в интернатах. Через дистанционное занятие еще до всяких пандемий. И для детей в интернатах это была такая палочка-выручалочка. Они что-то начинали хотеть от жизни. Сдавали, начинали хотеть и готовиться сдавать ЕГЭ. Куда-то поступали. Это элемент социализации. Потом их вывозили в детские лагеря. Тоже элемент социализации какой-то. Кто-то под социализацией понимает разного рода инклюзию. То есть мы давайте этих детей не просто вывезем, а их включим куда-нибудь. Есть организация старшие братья, старшие сестры. Вот эта социализация, мне кажется, одна из самых таких приближенных к реальности. Когда от полугода волонтеры посещают детей-сирот и учат их в учреждениях. И учат их самым базовым вещам. Потому что доходит до того, что дети в интернатах считают, что чай это такая темная сладкая жижа. То есть они не знают, что нужно его заварить, что туда нужно добавить сахар и так далее. То есть многие вещи, которые кажутся нам само собой разумеющимися, для некоторых детей не так очевидны. Вот такой элемент социализации, как старшие братья, старшие сестры. В интернете можете найти, они тоже легко идут на контакт. Он Гизалов, по-моему, да, такой вот есть. Гизалов, не помню, такая фамилия, по-моему, какая-то. Может быть. Он сам в детском доме воспитан, и он рассказывал, что нельзя вообще приходить с подарками, надо наставничество развивать. И они это развивают. Я вам приведу примеры про подарки. Самый задаренный регион Московская область. Почему? Потому что много корпораций в Москве, удобно отчитываться за социалку. В учреждениях стоят, например, последние навороченные аймаки. Детям завезли пачку айфонов. Этих айфонов у них, это была третья корпорация, и айфонов у каждого было уже три. Соответственно, они очередной айфон с легкостью поменяли за забором на какой-то блок сигарет. Ну, условно. Для них это не являлось ценностью. А вот социализация в плане человеческого вообще не дает. Если сможете что-то подобное организовать, будет здорово. Так, времени у нас остается все меньше. Какие-то еще вопросы есть? Не, а вот как юрлица тоже? А вот эти вот не проходят самозанятые? А да. Самозанятые это человек, который обладает признаками юрлица. То есть, можно заключить договор с самозанятым. Это нужно для того, чтобы защитить фрилансера, человека, чтобы государство могло его защитить как работника. То есть, уже с самозанятым можно заключать договор на оказание услуг. А государство за свою защиту берет налог, процент, который самозанятый платит. Не, я поняла, можно же с самозанятым? Нет, самозанятый не будет юрлицом. Это физлицо, которому государство облегчает жизнь. Все, поняла. Спасибо. Пожалуйста. Ну что ж, если вопросы появятся позже, они могут дозреть, это нормально. Подходите, тогда спрашивайте. Я занимался и, в общем-то, занимаюсь разными социальными проектами. Сейчас мы занимаемся больше промышленностью, потому что больше хорошего можно сделать, занимаясь этим. Это мое, по текущему мнению. Но опыта довольно много. Испонно, попадание с разными другими организациями. Поэтому вопросы появились, не стесняемся, подходим, спрашиваем. Так, а где ваш контакт можно записать? Вот, Леонид. Через него. Все, спасибо. Пожалуйста. А вы уезжайте. Спасибо. Спасибо.